Ну что ж, третья глава, и опять нам будут рассказывать про ритуал воскрешения. На самом деле, глава-то не об этом, не о самом ритуале. А, о поисках чаши. Ну, почему-то она так называется. Что, говорит, я могу для тебя сделать, профессор? Мы просим рассказать про своих родителей. Хорошо, говорит, я расскажу все, что знаю. Если тебя интересует что-то конкретное, давай говори. Расскажи, говорит, мне о моей матери. Она, говорит, была милая и умная. Постоянно, говорит, торчала в библиотеке, читала книжки. А что, говорит, их связывалось с Джеральдом? Ну, Джеральд, он, собственно, был таким же, каким является сейчас. То есть, бравым рыцарем. В перерывах между своими основными обязанностями он обучал детей. Навыкам боя на мечах и копьях. И, говорит, когда они поженились с Ситри, я был очень удивлен, потому что они довольно-таки разные люди-то. Ну, я так понимаю, что, говорит, они нашли друг друга, потому что Ситри никогда не покидала пределы монастыря. А Джеральд, наоборот, исходил полмира. Поэтому, говорит, он рассказывал ей удивительные истории о этих самых неизведанных местах. Тех, в которых ей не суждено было побывать. Поэтому, собственно, они вот так вот и притянулись. Дружили-дружили и додружились. Да, и, к сожалению, говорит, я никогда не смогу, не смог бы стать таким, как Джеральд, поэтому я не заинтересовал Ситри. Как мужик. Мужиком от меня, типа, не пахло. Мы, говорит, тоже, профессор, путешествовали с Джеральдом очень-очень долго по разным местам, наверняка, говорит, много чудес видели. Вам как, говорит, здесь вообще нравится, не нравится, что, говорит, заставило вообще вас осесть в монастыре? Ну, мы ответили, что архиепископ нуждался в наших услугах. Ну, я понимаю, говорит. Я, говорит, очень надеюсь, что вы поделитесь вашими впечатлениями с моими учениками. Тем самым... Как это даже выразить-то, не знаю. Поселите в них надежду, может быть. Как-то заинтересуете их. Покажете им мир, которого они не видели. Хотя бы расскажете про этот мир. Всесторонне их образуете. Именно, говорит, поэтому ты попросил... ...меня... ...эм... ...заняться тренировкой дома пепельных волков. Да, именно поэтому, типа того, что... Так, ну что, говорит, Юрий, ты, говорит, смог развязать язык тому бандиту, которому мы поймали? Да вообще, говорит, он молчит, как рыба. Но, как бы то ни было одно, мы знаем точно, что-то в бездне притягивают этих бандитов, как мух, на известное вещество. Собственно, это самое сокровище нужно найти. Может быть, Альфрик знает? Ну, по идее, я, говорит, кое-что слышал. Но, говорит, не думаю, что они именно за этим охотятся. Но, говорит, не думаю, что они именно за этим охотятся. Это именно оно. Ну, есть, говорит, одна древняя легенда, что где-то здесь в бездне существует некая расщелина, и там хранится чаша начал. Что за чаша начал? О, я, говорит, слышал про эту чашу. Это, говорит, старинный артефакт, который принадлежит церкви. Да, говорит, я вычитал об этом в старом документе, касающийся ритуала воскрешения. Я, говорит, вообще-то не до конца понял этот документ, потому что он был очень старый, и многие слова заморались, а некоторые страницы отсутствовали, но, по сути, говорит, существует некая чаша, начал, которую создала сама святая Сейрос. Кстати, святая Сейрос, оказывается, девочка, а не мальчик. Дракоша этот. Ну, говорит, я, говорит, читал эту легенду про четырех апостолов, которые еще также известны как четверо святых. И, собственно, Сейрос послала четырех апостолов, чтобы они совершили ритуал, но ритуал этот оказался провален. И потом этот самый... эту самую чашу спрятали. Да, говорит, мне отец справит рассказы, он, говорит, это, говорит, чаша, насколько я знаю, способна воскрешать мертвых. Ну, говорит, это серьезная вещь по ходу дела. Мы должны выяснить точное местоположение этой самой расщелиной. Он, говорит, я думаю, что надо начать с объемной библиотеки монастыря, поскольку, говорит, я имею право ходить по монастырю свободно, я, говорит, сейчас же отправлюсь в библиотеку. Так, чутка побегаем по бездне, нам нужно тут закупиться, починиться. Очень долго грузится, потому что уровень не мультик. Так, ну вот мы здесь, сразу же бежим давайте всех торговцев. Так, починим в первую очередь. Да наймем, как говорится, людей в батальоны. К сожалению, новых батальонов здесь нельзя ни купить, ни создать. Что есть, то есть. Тем и пользуйся. Но их можно менять между студентами. Так, давай сначала прикупим, нет, продадим. У нас вроде как есть бульонные кубики. Галина Бланка Бульбуль. Несколько. Ну и слабые лечилки нам тоже не пригодятся, они всего по десятке восстанавливают. Это вообще не нужно. Слабую лечилку убираю. Бульонный кубик. Так, если у меня здесь что-нибудь нет, у меня только ржавый меч. Ржавый меч можно восстановить, но он будет железным. Что, конечно, нормально, но на то, чтобы его восстановить, все равно нужны камни кузнеца, которые дефицит. Нужно стальное оружие улучшить. Нужно стальное оружие улучшить. У тех, у кого еще не улучшено. Вот, например, эшу надо меч улучшить. Пригодится. Прямо это все. Так, ну и тут у Юрика тоже есть стальной меч. Да, здесь ты. Который тоже может пригодиться. Вернись. 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 Ну и все. Идём в битву Так, поиски чаши Называется битва Короче говоря, Альфрик всё узнал, но отговаривает нас от этого дела Ну, Шогут, ты нам не доверяешь Мы, говорит, молодцы Мы сможем справиться с любой проблемой Тем более, говорит, у нас выбора нет Нам придётся отправиться на поиски Ну, по сути, говорит, да Могат обещайте, чтобы идти очень осторожно Да, как-то он говорит, действительно о вас заботится Ну, мы молодцы, потому что он нас любит Так, короче, он рассказал всё, Лилит Ну, говорит, давай, веди нас Глубоко-глубоко под землю Мы найдём-таки эту чашу А нет, он не ей рассказал, он типа им рассказал Но при этом Коко, ты не слышал ни слова, что ты говоришь, а ты? Я, конечно, сказала Но мы должны читать между линей Ну, и, собственно, сейчас будет опять вода, вода, вода Они отправляются На поиски этой чаши, потому что знаю, где эта расщелина Находится Клод тут-то умную мысль сказал, что наверняка она, говорит, хорошо охраняется Если её до сих пор, типа, не нашли Но, говорит, мы, говорит, не какие-нибудь там воры Мы всё-таки знать Они должны В смысле, чаша должна сама прыгнуть нам в руки Ну, и где, говорит, находится эта расщелина Ну, примерно мы знаем, но, говорит, доверьтесь моим инстинктам, говорит Констанц И я приведу вас к этой чаше Ну, у неё, да, у неё есть кое-какое шестое чувство, типа того, что Одна из её магических способностей Которые в бою, к сожалению, никак не проявляются, но она у неё, типа, есть А вы, говорит, нам поможете? Ну, мало ж не было бы ответить, что мы заняты очень заняты, но я предпочёл сразу сказать, что мы поможем Иначе бы они прозвали нас трусами И мы бы всё равно пошли Ой, блин, сколько ж мы прёмся-то уже По-моему, говорит, целую неделю Да ладно-ка Несколько часов всего прошло Ну, вообще, с другой стороны, говорит, нам надо было взять больше воды и еды Потому что неизвестно сколько Времени мы будем искать эту расщелину и как мы будем возвращаться назад Ну, говорит, да, в этом есть смысл Констанца А чё это ты так рванула искать эту чашу? Можешь, говорит, объяснить Ну, я просто хочу её найти У меня нет никаких мотивов На что Юрий говорит, 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 ладно-ка, ты хочешь таким образом восстановить честь своего дома? Ты что, говорит, читал мои мысли? Я восстановлю дом Нью-Вель во что бы ты ни стала Процитировал Юрий свою саму же Констанцию А, так ты действительно из Хаоса Нью-Вель? Ну, в смысле, из дома Нью-Вель Что за дом Нью-Вель такой? Ну, это был могущественный дом в империи Но, говорит, пять лет назад его полностью истребили из-за того, что он в одной из войн принял не ту сторону Поэтому попал в немилость к старому императору И тут ещё Дельгард извиняется перед Констанцией Что, говорит, если бы я была империатрицей, типа, я бы такого не допустила по отношению к твоему дому Несправедливости-то такой Ну, и Констанция говорит, побереги своё дыхание Мне не нужны твои изменения Извинения, вернее, что сделано, то сделано Но я докажу, что мы Нью-Вельцы Можем ещё послужить империи И церкви Что ты говоришь? Я никогда не хотела поделиться с этим сторонами с тобой Посмотрите на это Это хорошо, что мы не вернулись Это выглядит, если ты спросишь мне И в то же время они всё-таки нашли эту самую расщелину Это мы, говорит, на дне того ущелья, через которое перекинут мост По которому мы ходили в церковь То есть, под монастырём они сейчас находятся, получается То есть, церковь, этот храм, от монастыря отделяет мост Через расщелину И они сейчас на дне этой расщелины О, мой Я довольно ужасна Хорошо, говорит, Констанция Всё время в тенёчке прячешься А ну-ка, выходи Вот она вышла и начала нести всякую чушь О том, какая она бесполезная О том, как она перед всеми извиняется Балтус говорит, да, говорит Даже если, говорит, мы очень глубоко под землёй Солнечный свет всё равно остаётся солнечным светом Бедная Констанция Причём, говорит, тут солнечный свет Ну, говорит, Коко всё время ловит солнечный удар Поэтому, говорит, она постоянно скрывается под землёй А когда она находится на солнце, она перегревается и начинает нести всякую елесть Блин, я, говорит, никогда такого не видел, можем мы как-нибудь ей помочь? Наверное, никак Давай, Хаппи, позаботьтесь о Констанции Чтоб она не заблудилась Тут в трёх соснах Ой, как я извиняюсь, что вам приходится Из-за меня тут Напрягаться Давайте, говорит, бросим меня просто здесь Я бесполезна Секундочку, говорит, я чувствую здесь какую-то магию А я, говорит, не чувствую, говорит Линхард И тут, говорит, блин, я вообще-то тоже что-то чувствую И что-то большое Это, говорит, наверное, охрана Этой самой чаши Нифига себе, говорит, какая хреновая она вылезла Похоже на большую игрушку Кто, говорит, потерял её здесь Ну, говорит, если здесь есть такие штучки Значит, мы на верном пути Скорее всего, это и есть та самая расщелина, которая нам нужна И где-то здесь есть чаша А значит, нам Дорога в бой Ну что ж Начиная с этой главы Каждая битва будет Длиться более часа реального времени Потому что начинается Реально настоящее дерьмо DLC начинает показывать зубы И действовать надо, ну, очень осторожно и осмотрительно Так, найдите Чашу Так, говорит, дофигищу, говорит, тут народу Эти штуки вообще-то были созданы Наверняка для того, чтобы защищать эту самую чашу Возможно, есть Какой-то способ их отключить А может быть, Гэд, вот эти вот как раз-таки Непонятные механизмы Их отключают Я думаю, что должен быть какой-то ключ, чтобы эти самые механизмы запустить Так, вы, кто пришли на это место Покиньте его немедленно, иначе будете наказаны Я, говорит, по-моему, знаю, где найти ключ Скорее всего, говорит, он у этого вот центрального Голема Да, это големы Это не монстры Но выглядят они Ну, в смысле, побеждаются не так же, как монстры Действуют как монстры В общем, короче, нам надо центрального говнюка гасануть И тогда у нас будет ключик Для того, чтобы запустить механизмы А здесь уже начинается по-настоящему сложная Ситуёвина Мы можем потерять здесь всех, кроме Лилит По крайней мере, в условиях поражения написано Не допустите потерю Лилит Я только что нахватал на пол хп урона Но она выдержит У нее же есть профессорская защита Прям как защита лужина Крайных Големов вообще трогать не будем Мы аккуратненько сейчас по стеночке, что называется, пробежим Нам нужно спуститься с этого плато вниз И, конечно, можно уничтожить Чисто для опыта Но, с другой стороны, не особо нужно Тем более, если мы сейчас начнем уничтожать Големов Которые Стоят вот рядом с нами То этот самый механизм защиты Начнет спаунить тут же других Чем меньше Големов, тем лучше Для нас главное сейчас завалить Центрального Уж потом как пойдет Констанса у нас, кстати, на солнышке имеет дебафы К своим магическим способностям Об этом тоже не надо забывать И может она колдовать на полную катушку Так Пошли колдуняки О, бой Пока не использую стальное оружие Здесь это не критично Чтобы его сразу-то убить Вражину-то Поэкономим Нормальные топухи Продолжение следует... Не очень хорошо Но зато у нее иммунитет к темной магии И нормально Хотя это, кстати, не темная магия Это магия разума Но я уж ее по привычке Называю темной Выписал балту с этому говнюку мощный апперкот И тот ушел в нокаут Так, нам теперь главное Выманить центрального Таким макаром Чтобы не согрелся тот, который стоит Справа Потому что против двух будет Сложена вастенька Одновременно воевать Вот они сразу начинают спаунить Дополнительных големов Попадет, попал Ну, практически без промаху Бьют вот эти вот Крутые-то големы Но зато у нас есть Пространство для маневра И нападения с нескольких сторон Дополнительных големов Так, этот сразу нет С этой стороны нападать будем Бахнем он Нет, не бахнем Блейс вещь хорошая Не, надо сохранить Так, еще немножко сдвинули его ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... У нас одна полоска ХП, их у него три. Что-то не очень у меня получается. Так, ну вот Адальгард добегает, вот Адальгард иди. Гаси. Правда у него 81% попадания. Меткий сволочь. Меткий сволочь. Меткий сволочь. Меткий сволочь. У этого тоже есть взрывная бочка и хорошо пошло. Но, к сожалению, не пробил этот самый Блейз. И его броню только немножко покоцал. Эта штука на него не работает. Вот, в принципе, вот если сейчас применить можно было Блейз от Адальгард, и тогда бы броню мы ему разрушили бы полностью. Ну и решил сэкономить. 87% попадет за саганец. Попал. И весьма больно попал. Но зато Димитрий кританул. Кто следующий? Я буду сэкономить. Так, вот. Ключик нашли. Так, теперь надо аккуратненько пройти уже влево. Потому что слева будет проще... Нет, кстати говоря, справа проще-то, но тогда придется убивать голема. А это не особо хочется. Можно кого-то атакануть. Так, во, можно атаковать уже рыцарей. Вот рыцарей мы сейчас и будем атаковать. Чтобы нет. Чем меньше у них хп, тем лучше. Вот еще одного, блин. Заспаунили. Заспаунили. Тут, по идее, можно уровни качать хорошо. Потому что эти, блин, големы бесконечные. Из-за них опыт отсыпают весьма неплохо. Сиди да гаси. Эта бауния достаточно, чтобы убрать, парень. Сиди. Удя. Так, еще одного рыцаря. Определим. Шаг, что у нее только два заряда этой мощной штучки. Удя. Молнией, долбайся через пол карты. Удя. 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 Продолжение следует... 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 Народ! Ох ты чёрт! Попал! Ох ты чёрт! Это был хороший попыток. После этого, который подходит ещё. Что такое? Сейчас я сэмпляжу! Подвижение, вы имеете в виду. Как он подошёл? Я сэмпляжу. Я сэмпляжу. в принципе тут особо ничего не кого лечить поэтому физику поэкономим все в принципе в нормальном расположении духа с хорошим здоровьем ну и давайте агрить голема потихонечку полигонечку а 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 эти тоже разозлились наших бьют не попал а мы попали а а а а а а а С атакой тут не очень все, он почему-то не может применить гамбит, как-то странно. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Коню разрушить, но Клод оказалось, что добил его последним выстрелом. С другой стороны, что бы там с него выпало, но ничего хорошего. Опять какой-нибудь ненужный камень для Хрензон, где взять оружие. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А тут как раз-таки один из големов спали у нас Хильду и Дмитрия. Это на самом деле печально, на два фронта придется сейчас воевать. Так, 58% возможности попадания. Они в лесочке, они очень ловкие. Тут вообще 48%. Можно было не пытаться даже. Ну да. По идее, надо их вымаливать из леса. Да, вот тут у него 74%. 74% не получится. Не сработал на 74%. Но и тот не попал, и то хорошо. Дело в том, что вот я не увидел, чтобы все они взяли в цель свою Констанцию. Поэтому я ее потом не отвел после этого хода. Пришлось использовать Дивайн Пульс. Вот они все на Констанцию. И тут я такой, блин, я забыл ее увезти. Ну да. Вот как только они из лесочка вышли, К ним как раз стал прилетать по мордасам-то в ответ. Придется ждать, когда враги закончат ход, потому что на вражеском ходу Дивайн Пульс нельзя применить. Придется ждать. Тааак. Вот сюда вот ее отведем и будет нормально А у него что получается 4 заряда таких? Вроде я 2 из 2 использовал Я? Я сейчас только пересматриваю и задумался Как я смог применить молнию Если я уже 2 рыцарей гасанул С помощью этой самой молнии Странно, что у Хэппи название класса Валькирия Какая она нафиг Валькирия Констанс, да Сам натуральный Валькирия Я буду не очень атакую с помощью лука но и эдельгард добьет а бьет конечно сейчас он те товарищи попрут еще двое имеют они те которые на лошадях хотя который голем и те которые на лошадях тоже попрут так подождем когда эти самые соси из леса выйдут тогда ох еще один появился замечать а ну ну нормально жить можно а я не бедный болт сейчас нахватает так это печально это не нормальный день как оказалось против светлой магии у нее хорошая защита и мне и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Вид попадет за сранец Нет В кои-то веки она сюда смогла увернуться Дмитрий Продолжение следует... 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 так поэтому вообще на чекать но дэмэдж ваще это печаль надо отбежать а нет но дэмэдж то но дэмэдж то броня то у него слетела по моему не хватит они не смогут развалить всю броню да один кусочек развалили 2 вот 2 никто не добьет 2 к сожалению никто просто не добежит это все было бесполезно кто-то сейчас на следующем же ходу он восстановит всю броню обратно симон понимаешь вот и все вся броня на месте сшила до мочау начинай сначала и все все а все 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 надо сбить хотя бы один квадратик чтобы можно было атаковать по незащищенному участку Играет музыка Мун За кадром Самый весь агент Отт Turk Ну, как-то Не очень Честно, пионерская Окей Не очень тоже Проблемка, однако Так Разбили хотя бы еще один Кубик брони Теперь Эш может атаковать И даже довольно-таки неплохо Ну и добивайся Какая-то Какая-то Такая Неплохо так уровни-то капают Так Эти зашевелились Нет, вот у нее, блин, обилки Контратака Непонятно почему Она рандомно, по-моему, возникает Ее можно получить Но можно не получить Редактор субтитров Играет музыка Играет музыка Играет музыка Так, а у кого у меня ключик-то? Да. Ну, Дмитрия. Димон, давай. Отлично, мы справились. Играет музыка Смотрите, там какая-то... Может ли такое быть? Это оно? Да ты знаешь больше меня. Это наверняка она. Так, по сути говоря, эту чашу когда-то запечатали в этой скале, но один из наших крестов каким-то образом подошел в качестве ключа, и поэтому чаша теперь в наших руках. Как это может быть вообще? Ну, и она опять извиняется. Я, говорит, прошу прощения за свою ничтожность и бесполезность. Но, говорит, я думаю, что действительно это та самая чаша начал. Ты могла бы просто сказать, что это оно. Блин, эту чашу запечатали с помощью давным-давно утерянных крестов четырех апостолов, блин. Каким образом вообще один из наших крестов смог ее распечатать? Очень, говорит, благодарна вам за то, что проводили такое ничтожество, как я, к этой цели. Простите меня, ваше высочество, если, говорит, я вас утверждаю, я ли медленно лишу себя жизни? Клод тут ступается и говорит, ой, ваше высочество, я надеюсь, вы найдете снисхождение в своем сердце для своей ничтожной слуги. Ну и, собственно, Айдельгард говорит, хватит поясничать, Клод. И тут солнце скрылось за тучками и у Констанции наконец-то прояснилось в башкетах. Что это за звук такой? Не может быть. А что не может быть, мы узнаем в следующей главе. Субтитры сделал DimaTorzok